Компания Сингента обеспечивает аграриев разным спектром продуктов, но в первую очередь, когда мы произносим это слово, люди думают о пестицидах, о средствах защиты растений. Два года назад Сингента запустила школу фермера, которая называется «Здоровая почва». И казалось бы, что эта тема больше подходит для сторонников ноутила, для тех, кто производит биопрепараты или, например, работает с продукцией, которая получает сертификат «Органик». Тем не менее, производитель пестицидов обращает внимание на здоровье почвы. Скажите, пожалуйста, почему? Здоровье почвы является фундаментом формирования устойчивого урожая во всех условиях, в изменяющихся погодных условиях. Здоровье почвы – это фундамент использования любых технологий, различных технологий, как вы уже упомянули, это и обработка почвы, различные приемы обработки почвы, это различные приемы, которые используются. Это гербицидная система, например, это система любая, да, использование, ну, если мы говорим о подсолнечнике, то это и классика, это и система евролайтинга, это система экспрессы, да, гербицидная защита. Это и возможности выращивания всех экономически-хозяйственно-целесообразных культур. Поэтому здоровье почвы – это фундамент для любого сельскохозяйственного производства. Вы не могли бы подробнее рассказать, что это за проект такой «Здоровье почвы»? Проект «Здоровье почвы» изначально планировался как образовательный проект, и задача была его в том, чтобы консолидировать мнение ученых о том, что такое здоровье почвы, как в глобальном, так сказать, пространстве, интеллектуальном, научном, так и синхронизировать и гармонизировать с теми знаниями, которые есть у нас в России. Но в процессе подготовки вот этого образовательного курса, который мы сделали, я с радостью анонсирую, что вот сейчас, в мае 2022 года, мы уже выпускаем вторую редакцию нашей тетради, нашего образовательного курса. Мы пригласили более 30 ученых, мы создали уникальный научный коллектив, который представляет из себя такое уникальное сообщество. Почему? Потому что до этого обычно, если мы говорили о какой-то проблеме, допустим, болезнь, заболевание какое-то растение или какой-то культуры, или группа заболеваний, то мы обычно приглашали фитопатологов, специалистов в области использования фунгицидов, например. А здесь мы одновременно за один стол, круглый стол, это не такое какое-то виртуальное что-то, мы уже три раза собирались, два раза физически собирались, вот 30 ученых и вместе собирались в одном зале и обсуждали как раз проблемы здоровья почвы. Мы собрали агрохимиков, почвоведов, растеневодов, земледела, специалистов по защите растений, фитопатологов, энтомологов, почвенных микробиологов, и таким образом мы создали вот этот образовательный курс. То есть мы создали сообщество ученое, уникальное, создали образовательный курс, и когда мы его стали уже внедрять, когда мы стали нашим партнерам рассказывать, в общем-то, что такое здоровье почвы, как определить стату здоровья почвы для данной климатической зоны, то потом, естественно, у наших партнеров, уже у хозяйств такой вопрос, а у меня есть конкретные проблемы, как их решить, и поэтому он у нас за эти два-три года, он у нас так трансформировался в консультационно-образовательный проект, мы назвали проект еще дополнение к вот этому образовательному проекту здоровья почвы, назвали его проблемное поле. То есть суть этого проекта состоит в том, что наши ученики, которые прослушали наш образовательный курс, обращаются к нам с конкретной задачей, конкретного поля, что мы даем ориентиры, как определить, ну, какое поле будет у нас таким проблемным, как его выбрать, вот. Это и вопрос, связанный с средней урожайностью, но с урожайностью на данном поле, с референсными полями, как определить референсные поля, и мы вместе формулируем гипотезу, что произошло с полем, что с ним не так, и далее мы, значит, предлагаем сделать ряд анализов, это и агрохимические анализы, и микробиологические анализы, провести визуальную оценку поля, выбрать референсный участок, тут тоже есть своя методология, и далее, если подтверждается или опровергается наша, значит, гипотеза, мы строим новую гипотезу, и далее мы вырабатываем вместе с хозяйством уже конкретное решение для конкретного поля, но мы сейчас идем дальше, мы уже обсуждаем не только решение для конкретного поля, обсуждаем даже конкретное решение для определенной зоны плодородия на данном участке. Так что вот он такой у нас сформировался за эти 2-3 года, такой конституционно-образовательный проект, за это время нам удалось обучить более агрономов, работающих на более чем 5 миллионов гектар, это такие амбиции, которые ставит Сингента, и мы эти амбиции, в общем-то, выполняем, и этот проект, и сейчас находим в дальнейшем пути, как нам его развивать, и как его сделать максимально полезным для наших партнеров. Понятно. Елена Александровна, скажите, а вот сельхозпроизводитель, как может определить, почва здоровая или нет у него в хозяйстве? Всегда ли дело только в урожайности? Дело в том, что понятие здоровая почва – это экосистема, это экосистема, которая работает в данной зоне, и эталоном здоровья почвы как экосистема является для данной зоны, является участок, который минимально подвергался антопогенному воздействию. Что такое здоровая почва? То есть это здоровая почва – та почва, которая обладает функциями экосистемы. Можно разделить на два таких блока. Первая функция связана с микробиологической активностью, то есть это микробиологическая активность, которая обеспечивает биодоступность питательных элементов, которая обеспечивает разрушение целлюлозы, дальнейшую гумификацию растительных остатков. Это супрессивность почвы, это деструкция токсикантов, в частности пестицидов, это выделение стимулянтов. То есть это микробиологическая составляющая. Если мы говорим о составляющих, функциях почвы, которая определяется физико-химическими параметрами, то это и дыхание почвы, это способность удерживать структуру, это минерализация, это процессы, связанные с буферностью, рассолением, рассоланцеланием. То есть вот это вот такой комплекс и биологических, и физических, и химических, и физико-химических параметров, которые обеспечивают функцию. Мы, в общем-то, в нашем проекте, нашим партнерам для ориентира, конечно, выделяем те проблемные поля, которые в течение предыдущих трех-пяти лет показывали меньшую урожайность. Как правило, примерно речь идет о 15-20% по сравнению с схожими полями в данной зоне, в данном хозяйстве, на тех же культурах, при тех же технологиях. То есть это вот такой ориентир, по которому мы первое, почему обращать внимание на себя данное поле. Как показывает практика, действительно, практически у каждого хозяйства есть такие поля, которые уже многократно в различных условиях показывают более низкую урожайность. Естественно, в более благоприятные годы, в годы с нормальной влагообеспеченностью, при отсутствии экстремальной температуры, естественно, что эти разницы будут 10%, а в экстремальных условиях разница будет выше, она будет доходить и до 30%. Так что надо рассматривать это в такой долгосрочной перспективе. То есть вы находите поле и потом даете рекомендации, что делать, чтобы восстановить его здоровье, да? Мы находим поле по данным критериям и далее мы формулируем гипотезу. У нас есть ряд, такой опросник, с помощью которого мы пытаемся понять, что с полем не так, какие функции отсутствуют. То есть, ну, по большому счету, это, поскольку я фитопатолог, как фитосанитарный врач, по аналогии, это как будто бы ко мне пришел пациент, и мы пытаемся восстановить картину, да, вот того, что происходит с данным полем. Не так, как там разлагаются растительные осадки. Мы работаем с визуальными признаками. Как формируются растения, я имею в виду, по сравнению с прочими растениями. Раньше ли они там засыхают, какие болезни преимущественно есть на данном поле и какие на соседних полях. То есть, вот суммируя вот этот комплекс, мы формулируем гипотезу, что не так. И далее мы по этой гипотезе, мы даем, ее надо подтвердить или опровергнуть. И мы рекомендуем комплекс провести агрохимическую и микробиологическую оценку в лабораториях. Рекомендуем лаборатории, которые потенциально эти анализы делают, либо хозяйство само находит лабораторию. Здесь мы не выступаем в качестве какого-то лидера. Мы просто консультируем, говорим, что вот есть в стране такие специалисты, которые делают те или иные параметры. И далее, когда хозяйство, агроном сделал анализ, мы, соответственно, он возвращается к нам с результатами анализов, вот этих более детальных, более глубоких. И мы вместе с ним уже обсуждаем, подтверждаем или корректируем нашу гипотезу и разрабатываем меры для данного поля, целесообразные меры для восстановления здоровья поля. Скажите, пожалуйста, о загрязнении почвы удобрениями и пестицидами. Часто ли встречалось в вашей практике? И если да, то почему возникает эта проблема? Как ее избежать? Что делать с полем, которое уже получило такие загрязнения? Загрязнение – это реальность, это реальность ту, в которой мы живем, потому что использование многих средств защиты растений, которые имеют полуразложение более полугода, это всегда риск того, что данное действующее вещество сохранится в почве и будет оказывать фитоксическое действие на последующие культуры. Можно рассматривать наличие токсического соединения как в верхнем слое почвы, так же, как мы все знаем, многие средства защиты растений водорастворимы, и они могут перемещаться стоками воды либо в нижние слои, если мы все рассматриваем в пределах поля, либо с токами воды перемещаться по поверхности поля или по плужной подошве и перемещаться за пределы поля. Если мы сейчас говорим о поле, то надо рассматривать риски сохранения действующих веществ как поверхности поля, так и по снижению по профилю. И почему иногда бывает вот такая картина, когда препарат применили, примерно, как правило, весной, почва влажная, да, под воздействием засухи, почва, вода начинает спускаться в нижние слои. И так она, то есть гербицид может спуститься, в основном мы говорим, конечно, о гербициде с почвенным действием, но они могут спускаться на глубину практически до метра с токами воды. Как мы все знаем, в интервале примерно от 4 до 8 основной фактор разложения гербицидов – это микробиологический фактор. Разлагающие микроорганизмы гербициды – это аэробы. На глубине метр, ну даже полметра практически анаэробные условия. Таким образом гербицид как бы консервируется на этой глубине. И далее, когда происходит подъем влаги, то есть такое чередование промывного и выпадного режима водного, да, гербицид может там и год, и два, и три находиться успешно, и далее спокойно подниматься и оказывать фитоксическое действие. Причем фитоксическую действие на культуру он может оказать не только в момент непосредственно прорастания культуры, когда культура формирует такие небольшие корешки. Иногда бывает, он может находиться на глубине, допустим, подняться на глубину там 30-40 сантиметров. Агроном высевает культуру, чувствительную культуру, знает, что предыдущие, допустим, 2-3 года он использовал гербицид с почвенным действием, но он высевает чувствительную культуру, видит, что формируется нормальное растение, проходит 1-2-3 недели, уже как бы успокаивается, думает, что да, действительно, все хорошо. И в этот момент корни встречают на глубине вот этих 30-40 сантиметров, дорастает до слоя там, где находится гербицид, где он сохранился, где он не подверг, не случилось вот это микробиологическое разложение, деструкция гербицида, и мы можем наблюдать картину фидотоксического действия. Поэтому картину фидотоксического действия мы можем наблюдать, как правило, на почвах, которые нейтральные и малощелочные, ну, то есть это где-то вот как раз 5-6, ну, ближе так, 6-6 pH солевой вытяжки, где-то 6-7, вот так, 7 с половиной, вот, и, естественно, при применении гербицидов с почвенным действием, и особенно на фоне чередования промывного и выпадного водных режимов. Предугадать, что такое случится, как-то можно? Есть ли какие-то тесты для понимания фитотоксичности почвы? В данный момент то, что реально можно посоветовать, это провести биотестирование, то есть заблаговременно, примерно зимой, где-то за месяц до сева, взять образцы почвы где-то по полкилограмма с разной глубины, с шагом примерно сантиметров 15-20, и высеять на них чувствительную культуру. Наиболее чувствительным культурным гербицидам являются крестоцветные, будь то редиска, будь то резька, горчица, рапс, и взять почву, где гарантированно никогда гербициды не применялись, и понаблюдать за формированием растений. Если после появления схода в ближайшие 2 недели не будет наблюдаться отклонения по формированию растений, не будет наблюдаться различных изменений в габитусе, в форме листьев, различных израстаний не будет наблюдаться, это, в общем-то, с какой-то уверенностью можно сказать, что в данном участке поля, в данных, так сказать, этих слоях не произошла концентрация действующих веществ, фитотоксических концентраций. Но это будет справедливым только для гербицидов, или фунгициды тоже могут иметь какую-то... Фунгициды, как правило, не обладают фитотоксическим действием именно в горизонте нескольких лет. В большей степени это относится к гербицидам с почвным действием. То есть загрязнение почвы фунгицидами – это несостоятельно, да? Нет, это состоятельно, но не в приложении фитотоксичности для культур. Загрязнение фунгицидами – это состоятельно в плане уничтожения полезной микрофлоры, которая грибной микофлоры. Негативное влияние на позитивную, на биоразнообразие полезной микофлоры потенциально возможно. Но оно не проявляется в виде таких вот ярко выраженных фитотоксических эффектов, которых мы, как правило, видим, как и называем их после действия гербицидов. Вот компании, которые предлагают деструкторы стерни, они как раз выступают с идеей, что нужно вносить биопрепараты, в основном бактериального, созданные на основной бактерии, для того, чтобы улучшить микробиоту почвы. Скажите, а вот вы, как представитель все-таки компании, производящей средства защиты растений, какой-то совет можете дать? Как сохранить естественную, вот эту аборигенную микрофлору почвы? Естественную микрофлору можно сохранить, создавая оптимальные условия для пребывания этой микрофлоры. То есть это приемы агрохимические, агротехнологические, которые поддерживают структуру почвы в аэровном состоянии. Есть целый комплекс мер, у нас этому посвящено целых два урока в нашем школе, где мы говорим о том, что насколько важно удерживать структуру почвы, которая будет состоять из герогономических ценок, агрегатов, из мезоагрегатов. А мезоагрегаты – это агрегаты почвы, которые имеют размеры от 0,25 до 10 миллиметров. Вот такая вот мелкозернистая почва, которая будет как раз поддерживать аэробные условия, потому что в основном все абиоты, эти функции, о которых я говорила, это абиоты, которые будут удерживать функции почвы, именно функции почвы для быть оптимальным средой для поддержания аэробных микроорганизмов. Как раз аэробные микроорганизмы являются факторами вот тех полезных функций здоровья почвы, о которых мы с вами говорили. Поэтому если говорить конкретно о выборе, оптимальном выборе биологического средства, то, естественно, оно строится должно на параметрах, которые необходимы. Если, например, мы выбираем средства защиты растений, будь то гербицид, исходя из спектра сорной растительности, если мы выбираем инсультицид, исходя из спектра вредных объектов, энтомологических, допустим, если мы говорим о применении фунгицида, то мы смотрим спектр возбудителей болезни, грибы, которые являются в данном случае объектом для конкретного фунгицида. В общем-то, такая методология существует, то и в случае с биопрепаратами, логика выбора биопрепарата должна строиться на понимании микробиологических процессов, которые происходят в данной почве. Если есть какой-то недостаток в биоразнообразии какого-то объекта, то, конечно, восполнение данного объекта будет целесообразно, полезно как для в целом хозяйственной деятельности, так и для этой экосистемы, где применяется. Поэтому, конечно, основным фактором для принятия решения о использовании, внедрении какого-то биопрепарата, это понимание того, что не хватает почвы какой биоты и какие возможности будут обеспечены при использовании данного биопрепарата. Я очень позитивно отношусь к биопрепаратам, потому что биопрепараты решают очень много задач, связанных как разные биопрепараты, я имею в виду, которые решают вопросы, связанные с деструкцией целлюлоза, то есть это запускается в процесс гумификации, соответственно, далее минерализации. Многие биопрепараты обладают возможностью повышать супрессивность, антагонистическую способность почвы, это тоже очень важно и является необходимым фактором в контроле фитосанитарной ситуации. Единственное, что тоже надо помнить, помимо того, чтобы подобрать конкретно какую-то решить биологическую задачу, то надо и создать оптимальные условия для того, чтобы данный микроорганизм получил условия для своего развития, для своего размножения. Поэтому, наверное, здесь мы должны думать, и опять же я повторюсь, и о том, как с помощью агрохимических приемов надо обеспечивать ровные условия в почве. Скажите, пожалуйста, вот снижение биоразнообразия почвы, которое вы упомянули, связано с применением пестицидов или что-то еще влияет? На снижение биоразнообразия влияет очень много факторов. Это и отсутствие корнеоборота, то есть это отсутствие нормального чередования культур, корнеоборота именно мочковатая система, аэкономическая система. Это может быть и отсутствие, опять, как я уже сказала, структуры нормальной, структуры почвы, отсутствие агрономически ценных агрегатов, мезоагрегатов, которых я сказала. Это экстремальное значение pH, либо почва очень кислая, либо очень щелочная. Это факторы засоления, которые можно наблюдать во многих регионах нашей страны. Это определенное конкурентное отношение. Ну и фактор пестицидов, он далеко не на первом месте в данном случае. Хотя он тоже может оказывать влияние некоторое. Я знаю, что компания Сингента проводила опыты, оценивая супрессивность почвы. Вы могли бы рассказать о том, что это за свойство такой почвы, может ли на нее повлиять сельхозпроизводитель? И если да, то каким образом, сколько на это потребуется времени, может быть, средств? Субрессивность почвы – это очень важное свойство почвы подавлять развитие, выступать в качестве антагониста, выступать в развитии возбудителей болезни, которые находятся в почве. И поэтому для того, чтобы поддержать данную функцию, необходимо, как я уже сказала, создать оптимальные условия для того, чтобы данный микроорганизм развивался. И супрессивность – это как раз наличие в почве грибов, которые выступают, которые питаются, которые живут на фитопатогенной биоте. Мы постоянно нашим партнерам подсказываем, пытаемся показать вот этот статус микробиоты. Оценивается не только наличие супрессивных видов, оценивается наличие и фитопатогенных видов. Извините, да, фитопатогенных видов и по их соотношению можно сказать, насколько почва богата или бедна и насколько есть риски в почве, которые необходимо контролировать не только биоты, но и с помощью антагонистов-супрессов. Так все-таки может ли сельхозпроизводитель повлиять на это свойство? Да, да, да. Я уже много раз об этом сказала, создавая условия для того, чтобы были оптимальные условия для данной биоты. Это аэробные условия, как я уже сказала, это корнеоборот и это снабжение почвы, снабжение почвы как среды органическим веществом. Ну, в качестве органического вещества, как я уже сказала, может выступать корни сельхознодательных растений. Сидират. Ну, это такая долгосрочная перспектива, то есть много лет нужно ждать, чтобы... Если мы говорим о использовании сидиратов, то как зеленого удобрения эффект мы можем наблюдать в течение года. Продолжение следует...